И всем вновь привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я Дезертир, и мы продолжаем проходить весёлую игру под названием Mass Effect. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравится и эта серия в том числе. И мы начинаем. Начинаем. И что нас ждёт? Собственно, сейчас мы как таковое узнаем. Поступило сообщение. Соединяю. Капитан, только что в эфире был сюжет мисс Альджелани о вас. Ей не следовало устраивать на вас засаду, но мы обошлись с ней очень хорошо. Мы разошлись во мнениях, сэр, но надеюсь, она хотя бы поверила в мою искренность. Вы очень хорошо повели себя, капитан. Она несла бред, как полная идиотка. Я просто хотел, чтобы вы знали, какую реакцию это вызвало на Земле. Не буду вас задерживать. Пятая флотилия, конец связи. Ну, короче говоря, эту маленькую девочку восприняли не очень хорошо по сравнению с тем, как восприняли наши ответы. И наши ответы землян таким, как я понял, удовлетворили. А вот её нападение на нас не совсем удовлетворило всех людей. Ладно. Станция-вершина, кстати, вот, собственно, это дополнение, насколько я помню. И как вы видите, теперь она у меня русифицирована. Но мы поедем на археологическую площадку Лиары. Таки давно я это обещал сделать. Она, по-моему, в Афинах. Мы посмотрим сейчас. Отстыковываемся и просто улетаем. Так, ну давайте проверять планеты, что мне остаётся ещё здесь делать. Альсак. Удалённая планета земного типа небольших размеров. Со следами атмосферы из метана и аргона. Поверхность состоит из водяного льда и кальция. Иногда встречаются залежи лёгких металлов. В ходе кампании по уничтожению пиратов, которую Альянс проводил в 2160 году на Альсаке, во время разрядки двигателей своего корабля был обнаружен батареанец по имени Элуами Ранпера, направляющий фрегатом Туррон. Тунерон, точнее. А на требование к рейсеру Хайдарабада... Боже ж ты мой! Сдаться Ранпера ответил отказом. Тунеррон был уничтожен при попытке взлёта, а обломки корабля разбросаны по всему южному полушарию. Мы обнаружили редкоземельный элемент, а именно небольшое месторождение Плутония. Неплохо для начала. Антальмака. Антальмака — крупный водородно-гелиевый газовый гигант, атмосфера которого содержит примеси хлора и серы. Сильная гравитация планеты стала причиной перемещения большого количества астероидов из внешнего пояса во внутренний, из-за орбиты Альтама... Альтайи... И этого. А вокруг Антальмаки обращаются сотни приятных спутников. Притянутых спутников. Большинство из них существует не более нескольких тысяч лет. Затем они либо выбрасываются с орбиты, либо притягиваются и попадают в атмосферу, либо разрываются на части приливной силы и становятся частью огромных колец газового гиганта. Попытки пролететь через это хаотическое поле, как минимум опасные корабли, не имеющие киберкенетических барьеров военного класса, вряд ли смогут избежать гибельного столкновения. Мы нашли здесь высокую концентрацию водорода. Альтайя необычно крупная планета земного типа. С крайне разряженной атмосферой из метана и аммиака. Поверхность, покрытая льтовым, в основном представляет собой песчаник и другие осадочные горные породы. Встречаются залежи железа и хлориды. Осадочный состав поверхности коры позволяет сделать вывод, что Альтайя когда-то обладала атмосферой достаточной толщины, чтобы на нее и поверхности могла существовать жидкость. Данные о том, что за катастрофа стала причиной исчезновения атмосферы и обледенения планеты, отсутствуют. Эдол, по-моему, можно посетить, а вот эту, по-моему, нет. Триманре — это карликовая планета, состоящая большей частью из силикатов магния с отдельными залежами алюминия. Поверхность покрыта большими полостами темной базальтовой лавы древнего происхождения. Возможно, это является признаком того, что планета образовалась в результате столкновения с другим телом в системе. На Триманре отсутствует менять магнитное поле, поэтому корабли не могут разряжать двигатели с орбиты. При этом незначительная сила притяжения планеты позволяет безопасно садиться на поверхность, чтобы замедляться, заземлиться даже таким кораблям, как крейсеры. Капитан, я получаю сигнал с поверхности планеты. Похоже на автоматический маяк бедствия. Эдол Эдол — это планета земного типа, атмосфера которого состоит из углекислого газа и азота. Поверхность покрыта пустынями из силикатного песка, и лишь в нескольких местах пейзажи нарушают скалы. Вулканическое происхождение создавает преграду резкому, наполненному пылевому ведру. Орбита Эдола полна обломков, попавших туда из-за гравитационного притяжения газового гиганта Антальмака. Но ввиду частых падений метеоритов, изучение планеты представляется существенную опасность. Ну, короче, не рекомендуется сюда ни садиться, ни изучать, потому что будет опасно. Кстати говоря, мне почему-то начали задавать вопросы, точнее не вопросы, а просьбы, во-первых, открыть Лиару, ну, я и сейчас, собственно, и буду заниматься, а попутно выбрать других напарников. Скажу так, что Эшли, что Кайден, что Тали, они, блин, они бесполезны, так же, как и Лиара. А вот Рекс и Гарус, они реально крутые. Ну, это лично мое мнение. Я могу, конечно, ошибаться, но я ни с кем не проходил ни ранее, не буду проходить впоследствии, не знаю. Просто это бесполезно. Потому что эти два чувака, они реально классно могут уничтожать любого противника, поэтому... Есть очень классные звуки постоянно падающих метеоритов, но единственное, жалко, разработчики не сделали рандомное падение из-за разряда того, что на нас что-нибудь упадет, там. Это было бы прикольно. Вот серьезно, было бы реально прикольно. Так. Кстати говоря, у меня есть такое небольшое про... Тьфу, про... Говорю, у меня есть такое небольшое ощущение, что я малость подзаболел, поэтому если что-то не так, вы уж извиняйте, дорогие друзья, но как есть. Как есть, к сожалению. Так. Чё-то в эту зиму я вообще прям дико часто начал простужаться, ну, благо, болею не больше, не знаю, дней, трех. Учитывая свойства организма. Так, месторождение палладия замечательно, получить уже 24 тысячи, 25 точнее даже. Прогуляемся куда-нибудь сюда, например, как вариант. Почему бы нет? Так. Я надеюсь, что здесь все будет хорошо. Ну, насколько я помню, здесь скалта не особо много, их совсем даже мало. А поэтому никакой сильной скалистости здесь нет. Этим мне эта планетка определенно уже нравится. Потому что, несмотря на то, что нам приходится забираться на гору, это вовсе не те огромные гиганты, на которые нам приходилось забираться ранее. Здесь они всего-то на всего, вон, не знаю, ну, сколько здесь... Сколько, как говорится, здесь может быть метров? Я думаю, вы мне сами скажете, созыхаясь дальше, что ты хочешь вставать нормально. О, боже, он еще и уперся в месторождении, и теперь совсем не хочет нормально вставать. Хорошо, мы встали вот так. Замечательно. Ну, хотя да, в принципе, это примерно прямо. Отличное месторождение Аполлония мы обнаружили замечательное зме... Ну, круто, да. Мне нравится. Ну, не, мне правда нравится, смотрите, как хорошо. Ух, прям. Не-а, круто. Единственный способ, как отсюда, собственно, выбраться, это вернуться на Нормандию и снова высадиться на эту планету. Потому что иного варианта мы не... ну, в принципе, не видим. Потому что если я буду пытаться там выбираться, я потрачу больше времени, нежели если я проеду то же самое расстояние еще раз. Подтвердить те же самые... Да, да, все верно. Можно, кстати, по-моему, высадиться одному. Вот, кстати, вот этого я и не пробовал, но, по-моему, можно. Это не столь критично. Так, мы с вами проверили вот эту часть. Ну, давайте, собственно, тогда... Ну, хотя к маяку по прямой продвинемся как раз-таки, узнаем, что там за сигнал нам послали. Думаю, что это будет интересно. Как вам, так и мне. Что-то там есть. Не будем надеяться, что это не гетто, потому что гетто уже поднадоели немножко, но посмотрим. Вот так. Ясно, понятно, это не гетто, это лучше. Я бы даже сказал, это веселее немножко. Это как-то не там вылезти, мне кажется. Ух! Чуть не попал в меня. Ть-ть-ть-ть. Ужас. Как же он орет. Он, по-моему, орет, кстати, громче, чем я даже. Не, в этом, конечно, не уверен, но... По-моему, это так. А, то есть он еще и не появляется, лол. Ну, моделька. Какой-то толстый здесь молотильщик, я вам скажу. Ай. Ай-яй. Все, мне жопа. Походу. Я перевернуться не могу. Упс. Выходи. Замечательно. А-а-а! Вот это было опасно. Вот это было реально опасно. В тот момент, когда Мака не может перевернуться. Ух! Круто. На F все-таки чинится. Блин. Ну, это было реально опасно. Умереть здесь от молотильщика вообще неохота. Солдаты Альянса. Солдаты Альянса. Видимо, их привлек маяк бедствия. Попробуем. Мы служили под началом Адмирала Кахову. Он захочет узнать, что тут произошло. Ну, да. Маяк бедствия, к сожалению, здесь немножко бесполезен. Отключить его, кстати, нельзя. Что самое смешное. Ну, ладно. Так. Хотя, откуда Гарус знает, кому служили эти солдаты? Ну, окей. Че? Поверим ему на слово. Заодно попробуем найти оставшиеся ископаемые и... Не знаю. Че-нибудь найти в любом случае здесь надо бы. Кстати, вот... По-моему, вот этот молотильщик был реально какой-то... Ну, прям... Жестковатый чуть-чуть. Именно по ХП. Потому что что-то я его как-то дольше мочил, чем прочих. Хотя, возможно... Возможно, просто косой немножко я стал. Давайте, что ли. Жирониму! Как нас понесло-то. Так. Это у нас, по-моему... Кто? Сларианец, дешифровка. Ау. Так, вы нашли жетон капитана Майлона. Сложно сказать, каким образом он оказался здесь. Окей. В любом случае, мы получили довольно много денег, как обычно. У нас в итоге... Опять почти миллион. Кстати, я обещал раздать ребятам оружие. Ну, у тебя, в принципе, мощное. Ты у тебя, в принципе, мощное. Но так как ты в основном выживаешь, на тебе тогда все вот хорошее оружие, что у нас есть. Потому что кое-кто у нас не выживает в связи с этим. Кое-кто у нас не получит нормального оружия. Так, стабилизатора стрельбы нет. Урон. Хотя это, чувствую, слишком... Слишком жестко. Наоборот, надо уменьшение отдачи, например, ему дать. Лучше тогда уж. И... Патроны сделать 30 урона синтетиком. Вот. Вольфрамовые патроны. Замечательно. Хотя стреляете, они в основном с этого оружия. Что не есть хорошо. Полонии и патроны. У нас, по-моему, такие уже стоят. Проникновение. Щитов. Вольфрамовый урон синтетиком. Давайте синтетиком поставим. Мы чаще будем с ними сражаться. И поставим ему... Боевой сканер. Ну и Гарусу тоже. Собственно, боевой сканер. Не помешает боевой сканер ему. Так. И здесь мы сделаем стабилизатор стрельбы. Вот так вот. Ой. Ой-ой-ой. Радио... Окей. Полонии и патроны тоже ему надо вставить. Пятый уровень. Вот так вот. А у нас что стоит? А, у нас же веселые фугасные патроны. Ёпрс. Это я же даже забыл об этом. Надо, кстати, да, проверить, как фугаски действуют. Авось очень классно. А может и нет, не знаю. Так, нам в идеале получается... Туда надо бы, но проедемся сюда. Вдруг здесь что-нибудь тоже лежит. Какой-нибудь. Интересный залеж минерала. Потому что он не лежит, не знаю. Как-то жестоко сверху на нас пытаются упасть метеориты. Причем, на самом деле, очень красиво сделано. То есть, смотрите. Смотрите в небо, да? То есть, на вас падают метеориты. Но, правда, только в одном месте таковом. Где-то за вашей границей. И да, я нашел такие последние месторождения здесь. Ну, не факт, что последние, но нашел такие. Так. Иии, кто же у нас здесь? Отлично. Месторождение лития. И теперь мы можем спокойно возвращаться на Нормандию. Ну что ж, давайте тогда с вами подумаем, чем мы займемся дальше. Я, если честно, даже особо не знаю. Но думаю, что будем в соседние системы летать. Смотрите, что у нас там есть. Полетим на Кнос. Здесь тоже несколько планет, которые мы можем изучить. Например, Арханес, водородно-гелевый газовый гигант небольших размеров. Планета представляет собой удобный остановочный пункт для кораблей, перевозящих переработанные материалы с террума. Помимо сильного магнитного поля, пригодного для разрядки двигателя, на Арханесе имеется автоматизированная инфраструктура для переработки гелия-3 и добычи доэтерия, расположенная на многочисленных ледяных спутниках. Высокая концентрация азота здесь обнаружена. Замечательно. Следующей планетой у нас станет вот это зелененькое чудо. Армения, планета земного типа. Необычно тонкий атмосферный слой, который содержит криптон-эксенон. Поверхность состоит из кремнезиома. Встречаются залежи углеродистых соединений. Первый зонд, облетевший планету, обнаружил в районе экватора многочисленные, на удивление, регулярные неровности рельефа. В результате более подробные исследования на поверхностях были обнаружены миллионы аккуратных гробниц, уходящих на несколько метров под землю, оставленные давно вымершими космическими расами зиофов. А многие университеты землян изъявили желание провести археологические раскопки, однако, согласно законам совета, место захоронения неприкосновенно. Вот уже 10 лет как дело увязло в судах. Ну и, наверное, правильно, потому что, ну, зачем мертвых тревожить, как говорится. Закрос планеты земного типа, азотно-метановая атмосфера которой, задержит примесь углеводородов, а поверхность состоит в основном из водяного льда и полужидкого углеводородной массы. Большая часть поверхности не способна выдержать полный вес севшего космического корабля. В случае необходимости посадке рекомендуется использовать челноки либо держать включенное поле эффектом массы корабля. Так, окей. Фест. Небольшая планета земного типа с крайне разряженной атмосферой. Из-за углекислого газа и ксенона. Поверхность, температура которой чрезвычайно высока, состоит большей частью из серы и различных силикатов. Эта пустынная планета не представляет особого интереса. Так, я... Я на что-то наткнулся. Металлический астероид. Астероид богатый металлами. Разведать в результате сканирования большого поля астероидов Вы обнаружили несколько месторождений Платины. Больше таких нету? Нету, нету, нету. Черт. Случайно нашел. Террум удаленная богатая индустриальная планета, принадлежащая альянсу систем. Большое количество залежей и тяжелых металлов стимулировано недавним промышленным ростом на Земле. Наличие ископаемых остатков простых организмов, основу которым и составляют кремнии, свидетельствует о том, что террум когда-то был более обитаем, чем сейчас. Вероятно, это объясняет факт наличия на поверхности планеты большого количества протеанских руин, основная часть которых была разграблена горнодобывающими корпорациями. Приземлиться. Капитан, тут какие-то странные сигналы. Очень странные. Никогда не видел ничего похожего. Вроде бы они исходят из подземного комплекса в нескольких километрах от точки высадки. Естественно, они исходят от точки высадки в нескольких километрах и все дела. В общем-то, это миссия, которая очень вам, по идее, понравится. Ну ладно, не буду спойлерить. Поехали. Поехали, дорогие друзья. Посмотрим, что же нас ждет. В лаву, естественно, мы соваться не будем. Сами догадываетесь, почему, я надеюсь. И вот таких вот чисто, как бы сказать, чисто интересных, необычных планет в игре не очень много, к сожалению. Все остальные планеты... Нет, ну понятно, что как бы каждая планета отличается от другой планет как минимум строением и все такое. Но вот именно кардинально отличаться, вот чтобы, ну, была какая-то там лава или были какие-то обрывы, как вот на прошлой планете, где была вершина 15. Вот таких вот планет, к сожалению, очень мало. И... В принципе, это как бы понятно. Плюс здесь, по-моему, геты приземлились, сука. Сбросили на меня свое говно, главное, и радуются. Почему ты в нее не попадаешь-то, ее просто... Ну ладно, так добьем. Тот момент, когда ты уже начинаешь задаваться вопросом, а какого хрена здесь делают геты? Ну да ладно. Мы видим какие-то уже обранительные сооружения. Единственное, мы к ним подъезжать близко не станем. Только дурак полезет на хаку прямо в пасть. Умный зловчица дернуть его за хвост. Ну вот, и нам, собственно, предлагают наш хороший друг не лезть напрямик, собственно, а проехать вот здесь. Но я же дурак. Чуть-чуть. Самую малость. Поэтому я сначала уничтожу вот эти пушечки. Потом уже поеду аккуратно дальше. Ну не знаю, я то есть не испытываю проблем с уничтожением вот таких пушек. Тем более, учитывая, что она нас особо-то и не атакует даже. Ну ясно и понятно, что что-то пошло не так и нас уже поджидают, в принципе. Что как бы логично. Непонятно, правда, кто нас с Тимом поджидает, но... Что нас ждут, здесь уже явно ясно. Какой ты нехороший, а? На тебе, минус два. Попаду, не попаду, пагетуй. Правда, в зависимости от того, где он сныкался. Оп, попал. Этот вон вообще где-то за пределами этой фигнисты сныкался. Как, собственно, и вот этот. И где-то внутри. Надо будет сейчас обследовать эти места, кстати говоря, потому что... Там тоже, по-моему, если мне не изменяет память, что-то полезное находится. Ну и заодно проверить, как работает наше оружие. Ведь никто же не против это сделать. Очень хреново и очень хорошо одновременно. Потому что... Слишком... Быстро оно... Тратится. Все-таки, я думаю, что стоит поставить наше стандартное обмундирование. Управление панелью воротами. Нужно открыть ворота. И давайте мы с вами... Все-таки изменим... Да, взять все это. Изменим вот эти фугасные патроны. Я их купил просто чисто для того, чтобы показать вам, Что они, самую малость... Бесполезны. Мы их таки можем поставить, но их ставить лучше на... Винтовки снайперские. То есть, ну, когда мы на расстоянии кого-то бьем, У винтовки все равно всего два выстрела. То есть, мы... Разово можем вывести одного противника. И... К фигам сразу. То есть... Без вопросов. Но винтовка все равно будет перезаряжаться. Так как она все равно будет перезаряжаться, считайте, через один выстрел. Мы там особо по урону ничего не потеряем. Здесь же мы как раз таки теряем довольно немало. Поэтому... Я не вижу смысла ставить именно на... Пулемет. Можно на дробовик поставить, кстати. Тоже как вариант. Ну, такое, знаете, близ... Оружие ближнего боя. Такое более убойное сделать. Опять-таки, так у нас есть, допустим, шанс пострелять раз пять, например. А так у нас всего-то на всего один выстрел будет из того же дробовика. То есть, у нас здесь-то выстрелят всего два или три из автомата. Что говорить про дробовик. Это вообще печаль. Пистолет тоже бесполезен в этом плане. Не знаю. А все то, что у нас костюмчик под цвет наших волос прям так прикалывает. Это прикольно. Надо сейчас будет убить гетто. Я думаю, что этого гетто мы убьем быстрее, чем прошлого. Хотя нет, прошлого ребят тоже вынесли нехило. Так что навряд ли... Как-то сильно быстро его вынесем. Так. Сам себе помешал. Круто. Замечательно. Собрал, в принципе, здесь все. Открыл ворота, убежал от гранаты. Молодец. Сам кинул, сам убежал. Замешательно. Замешательно. Поехали дальше. Сохраняемся, кстати говоря, да. Все время забываю это делать. Там нас, естественно, ждет дрон, которого мы будем убивать. Который будет в нас стрелять. Все, как всегда. Все, как всегда. Ау. Отстаньте от меня. Там дрон. Вот там где-то. По-моему, я его не убил. Давайте подлетим поближе, потому что, походу, я в него просто не попадаю. В принципе, надо учитывать, что они еще как бы немножко сами перемещаются. Насколько мне не изменяет память. А. И в него попадал. Какое прям молодец-то. Проехались по этому дрону. Там еще нас два ждет. Надо как-то ребяток заминусить немножко. Дальний не двигается, по-моему. Особого смысла подъезжать к нему. Я лично. Не вижу. Ну вот, готово. Тем более, что помимо них там еще парочка есть. Так. Сохраняемся. Сохранить не удалось. Замечательные. Замечательные. Просто рад этому. Вот этих ребят надо немножко опасаться. Самую малость. Потому что они нам могут причинить небольшие проблемы. Ау. Замечательно. Ау. Эта хрень нам снимает щиты довольно нехило. В принципе, мы как бы от нее уклоняться можем. Так. Будешь умирать или как? Жирный колосс, конечно. Уи. Все равно попал под его атаку. Ладно. Получил новый уровень. Давайте сохранимся. Пока такая возможность присутствует. И... И... И, 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 и... И что? Мы останавливаемся в третий... Ну давайте. Раз. Ты у нас... Так. А ты у нас... Ну здесь подготовка, че. Еще раз сохранимся. Но уже на этот раз чисто для того, чтобы... Сохраниться. Вот. Ой. Тот момент, когда я... Не туда поехал немножко. Кстати, забыл такую тему, по-моему... А нет, вру. Нельзя. Ауч. Ауч. Можно, кстати, по-моему, давить... Гетов. Ну и не только гетов, а вообще всех. Нашим бампером передним. Насколько я не изменяю память. Насколько мне память не изменяет, по крайней мере. Но... Все равно это действует не так эффективно, как хотелось бы. То есть, ну... Несмотря на какой бы мы скорости не ехали... Урон будет примерно одинаковый. И, по-моему, мы не всегда убиваем с первого раза. Особенно в зависимости от сложности. У них как бы повышаются еще и хп. Насколько мне не изменяет память. Поэтому такое. Вот. Не надо допускать того, чтобы по нам палили ракетчики. Это нам ничем хорошим не поможет. Бабах! И минус 3 сразу. Ваншотом просто. Замечательно. Тут есть проблемка. Заключается она в том, что я не помню, как нам проходить дальше. А, да, точно. Нам по лавовым полям чуть-чуть там аккуратненько проехаться надо. Вроде. А, нет. Вот. Вот же проезд. О чем я. Совсем уже старею. Забыл. Так. И здесь будет одна хорошая штука, которая мне ни хрена не нравилась. Я помню. Вначале устраняем ракетчиков. А потом и остальных солдат. Так. Обойдем его. Замечательно. Сохраняемся. Здесь ничего хорошего у нас не ждет. Так что здесь придется почаще сохраняться. Несмотря на то, что мы довольно шустро их устраняем. Так, снайпера я вроде убил. И это хорошо. Так, аккуратненько. Надо быть аккуратненько. Понять откуда по нам полят. Иногда бывает очень сложно. В данном случае это делает вот этот чувачелло. Которого мы естественно просто убиваем. Помимо него есть еще другие. Которые нам тоже нехилы урона наносят. Отлично. Причем большой плюс это в том, что у нас очень четкое оружие, которое фактически не требует сведения. Оно постоянно стреляет в полусведенном режиме. Это очень круто. Но вот дальше. Вот тут вот. Насколько моя память мне не изменяет. А насколько я помню это именно так. Нас ждет малость неприятной охреноти. Сохраняемся прямо вот здесь вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть вы поняли суть проблемы, да? На нас направили колоссами. А эти сволочи еще и перегрев используют. Но благо с этим оружием и со всем тем, что у меня есть, колосс мне становится не страшен. Потому что токсины действуют очень сильно. Ну, вот это вот. Ну, вы поняли, короче. Вот без него и без вот этого оружия я бы здесь, ух, как долго веселился. В принципе, можно было бы, конечно, так сделать, чтобы, знаете, пройти миссию без всех вот этих улучшений. Но, блин, если честно, у меня желания такого нету. Потому что без улучшений мы очень будем слабенькими и не крутыми вовсе. А с улучшениями мы прям можем разносить здесь все и вся. Я помню, я, наверное, минут 15 в первый раз. Я полетел сразу фактически к Леарит и Соне в первый раз. И я минут 15, наверное, минимум, минимум бегал и пытался убить вот этого колосса. Потому что урона у меня не было. Я постоянно возрождал своих балбесов. Они постоянно умирали секунды через три после того, как они возрождались. И это было просто адовое месиво. Причем я, по-моему, играл тогда на нормальном уровне сложности. Не то, что сейчас. Отлично. Здесь же, вот, где мы сейчас находимся, нам особо ничего, по-моему, угрожать не будет. Вплоть до нахождения важного персонажа. Так, здесь, по-моему... Ну да. Ладно. Шутка юмора, что нам нужно попасть, по-моему, вон туда, как раз-таки. Хотя я могу ошибаться. Я вот этого не помню уже. Я помню, что нам нужно попасть в конкретное место. Но в какое именно конкретное место нам нужно попасть... Самую малость забыл. Знаю, что нам по жопе все время будут пытаться настучать. Но... Как я уже сказал, ничего сильно критичного здесь не будет. Ну, то есть, да, нам... Сильная чистота. Брата, они знали толк в уюте. Ну да. Знаете, это скорее не лифт остановили, а просто он остановился, потому что стопы сработали. Автостоп. Эй, кто-нибудь может мне помочь? Пожалуйста! Хорошо, малолетка, я помогу тебе. Эй, вы меня слышите? Я в ловушке! Мне нужна помощь! Вы... Вы настоящие? О, нет. Не будь такой глупой, Ляра. Люди не могут оказаться здесь. У тебя галлюцинации. И ты говоришь сама с собой. О, богиня, не дай мне умереть здесь. Я настоящая. И выпущу вас отсюда. Вы не похожи на галлюцинацию. Иначе не стали бы уверять меня в своей реальности. Или стали бы. Не знаю. У меня редко бывают галлюцинации. Меня зовут Шепард. Я из спецкорпуса тактической разведки. Спектр? Ха, это хорошо. Кто еще может привидеться перед смертью? Образ защитника. Да, великолепно. Очень утешает. Что ж, я подыграю. Как видите, я попала в ловушку. Если вы правда настоящие, найдите способ меня освободить. Как вы там оказались? Ах, да. Плод моего воображения хочет, чтобы я вновь прокрутила в голове свои действия. Вдруг я пойму, в чем ошиблась. Я обследовала руины. Когда показались геты, я забежала сюда и включила защиту. Барьер мог меня защитить. Но когда я его включала, я, наверное, сделала что-то не так. В результате я попала в ловушку. Вы должны меня вытащить. Пожалуйста. Мы придумаем, как вам помочь. Конечно. Что толку в галлюцинации, если она не дает надежды? Слушайте, если вы мне не мерещитесь, придумайте, как обойти в барьер. Найдите способ справиться с гетами. Потом подойдите к панели управления и освободите меня. Если вы не настоящие, оставьте меня в покое. Мне надоело говорить с самой собой. Да, по-моему, у нее есть небольшие. Ну, самые маленькие. Вообще чуть-чуть просто проблемка такая. Человек, который постоянно думает, что у нее галлюцинация. Хотя да, она же не человек, она же азарь. О чем я? Так. Ну, в принципе, вроде всех гетов перебили. Давайте пробежимся в конец. Там, по-моему, тоже что-то есть. Например, еще пару гетов. Ну, я не это имел в виду, на самом деле. Я имел в виду что-то полезное. Типа шкафа. Так. Полонии патроны. Замечательные, естественно. Еще один шкафчик. Круто. Мне прям прет на шкафчике. Так, здесь ничего нету. Никаких шкафчиков нет. Здесь нету. А если пробежаться между? Хотя между нас не пустят, по-моему. Ну да. Кто же нас пустит между шкафчиками? Здесь нет ничего? Нет. Все. Тогда открываем эту галлюциногенную женщину. И надеемся на то, что она нас не убьет и поверит в то, что мы не ее галлюцинации, не плод ее воображения. Ой, опять. Так, сюда. Не сюда. Не сюда. Не сюда. Окей. Сюда. 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 Не сюда. 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 Не сюда. 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 Отлично. Сюда. Отлично. О, да! Замечательно. Мы чуть-чуть запустили взрыв Маленький Ладно, сохраняемся Здесь есть лифт Который нас поднимет, по-моему Замечательно Ну что, готовы поболтать с нами? Как-то сюда пришли люди Мне становится хуже Сначала казалось, что я слышу гром Мы прорвались с помощью горного лазера Вы прорвались? Так вы что, настоящие? Святая богиня, вы настоящие! Я... простите Я думала, что схожу с ума, и у меня галлюцинации Прошу вас, освободите меня, пока не появились геты Есть идеи, как нам отсюда выбраться? В центре башни есть лифт По крайней мере, я думаю, что это лифт На нем мы сможем подняться Идемте Я... я все еще не могу поверить Зачем я нужна была гетам? Думаете, это как-то связано с Бенезией? Сарн ищет канал Вы специалист по Портеану Очевидно, он хочет, чтобы вы помогли ему в поисках Канал? Но я не знаю Что за черт? Руины вот-вот обвалятся Лазер, видимо, спровоцировал сейсмическую волну Надо спешить Тут все рушится Джокер, поднимайте Нормандию И отслеживайте мой сигнал Мигом Есть, капитан Корабль в воздух Расчетное время прибытия 8 минут Если я тут сдохну Ему не жить Ой Какой ты прям, я не знаю Но так как это лифт Мы не можем ничего делать И вот они, кстати, между друг другом Сейчас перешептывают Сто процентов А нам ничего не говорят И мы должны ехать в скуке Сука, скуки Типа считает крутым себя Давайте Хотя нет Давай поигра Если вы не заметили Тут сейчас все рухнет Что? Страшно, ребятки? Да нет Спасибо, что отрубили энергетический барьер Давайте сюда доктора Что вам нужно? От меня вы ничего не получите Ну уж нет Она остается с нами Не вариант Сарен потребовал ее А его требования нужно выполнять Прелекончите их А Зари постарайтесь не трогать Если помрет Варен с ней Какие-то вы слабенькие, ребят Ну кроме вот этого крога навоителя Он довольно веселый Хоть и слабый Но правда он Депортируется Помогу Чуть-чуть Быстро, быстро, быстро Быстро Гребаный штуцер Мы чуть не спалили нашу птичку, капитан Еще десять секунд И резвиться бы нам в расплавленной сере Нормандия, конечно, не говна кусок Но она не приспособлена для посадки На извергающиеся вулканы Это так, на будущее Мы там чуть не погибли А ваш пилот шутит? Джокер вытащил нас оттуда Думаю, он заслужил право На пару плоских шуток Понимаю Должно быть таков человеческий менталитет У меня немного опыта общения с вашей расой, капитан Но я вам благодарна Вы спасли мне жизнь И не только от вулкана Геты убили бы меня Или притащили бы к Сарану Что Сарану нужно от вас? Вы что-то знаете о канале? Только то, что он как-то связан с исчезновением протеан Это сфера моих исследований Последние пятьдесят лет я занимаюсь поиском причин их исчезновения Каков же ваш возраст? Не люблю об этом говорить Но мне всего сто шесть лет Чёрт! Вот бы мне так выглядеть ваши годы Для таких недолговечных видов, как ваш Сто лет может казаться долгим сроком Но по меркам Азари я считаюсь едва вышедшей из поры детства Поэтому моим исследованиям и не уделяли достойного внимания Другие учёные Азари обычно отметают мои теории Из-за того, что я слишком молода У меня есть собственная теория того, почему исчезли протеани При всём моём уважении, капитан Мне известны все существующие теории Проблема состоит в поиске доказательств Протеани чрезвычайно мало оставили после себя Как будто кто-то не хотел, чтобы эта тайна была разгадана Словно после вымирания протеан кто-то прошёлся по галактике И уничтожил все улики Но вот что поразительно Согласно моим находкам, протеани были не первой в галактике расой Которая таинственно исчезла Этот цикл начался задолго до них Как вы пришли к подобным выводам? Я думала, свидетельств не осталось Я проработала над ними пятьдесят лет Исследовала каждую крупицу В конце концов, начала появляться еле заметная связь Лишь слабый намёк на истину Это трудно объяснить Я не могу предоставить конкретных доказательств Это больше похоже на ощущение, порождённое полувеком тщательной научной работы Но я знаю, что права И рано или поздно смогу это доказать До протеан существовали другие цивилизации Этот цикл повторялся много раз Если протеани не были первыми, тогда кто? Я не знаю Даже о протеанах почти нет никаких свидетельств Но об их предшественниках и того меньше Я не могу обосновать свою теорию Но я знаю, что права Галактика строится на цикле вымирания Каждый раз, когда возникает великая цивилизация Её внезапно и жестоко разрушают Остаются лишь руины Протеани, выходцы с одной единственной планеты Охватили своей империей всю галактику Но даже они карабкались вверх по останкам своих предшественников Их величайшие достижения, претрансляторы и цитадель Основаны на технологиях тех, кто был до них А потом протеани исчезли Как и прочие забытые цивилизации в истории галактики Я посвятила всю свою жизнь тому, чтобы выяснить причину этого Их уничтожила раса разумных машин Пожинатели Пожинатели? Но я никогда не слышала Откуда вы это знаете? У вас есть доказательства? На Иден Прайм мы нашли повреждённый протеанский маяк Он выжиг в моём мозгу видение Я до сих пор пытаюсь разобраться, что оно значит Маяк? Да, в этом есть смысл Но маяки не были предназначены для взаимодействия с человеческой физиологией Я удивлена, что вы смогли понять хоть что-нибудь Это просто набор случайных образов Они не прояснились, даже когда я получила шифр Шифр? Какое-то азарийское мумба-юмба И якобы должно помочь капитану мыслить, как протеани Хотя, не знаю, может и помогло Шифр изменил моё восприятие видений Но перемена очень незначительна Я всё ещё не могу понять смысл того, что я видела Значит, шифр вы получили от какой-то азари Капитан, с вашего разрешения я хотела бы кое-что сделать Вы соприкоснулись с маяком, но видения заперты в вашем сознании Моя соплеменница дала вам более глубокое понимание видений Но вы до сих пор не можете сложить мозаику воедино Возможно, я смогу вам помочь Что вы задумали? Как и та азари, что дала вам шифр Я могу соединить свой разум с вашим Возможно, мои знания о протеанах помогут прояснить смысл вашего видения Игра стоит, свеч Расслабьтесь, капитан Обнимите вечность Это было невероятно Всё это время Все мои исследования Но я... Я даже не мечтала Простите Такие живые образы И я представить себе не могла, что они будут настолько яркими У вас удивительно сильная воля, капитан То, что вы видели Через что прошли Могло бы сломить любого другого человека Ладно Давайте к делу Что вы видели? Маяк на Иден Прайм был, видимо, сильно повреждён Недостает крупных фрагментов сообщения Информация, переданная в сознание капитана, неполная Вы уверены, что там нет никаких намёков, подсказок? Чего-то, что мы могли пропустить? Всё, что я видела, вы уже знаете Вы были правы насчёт пожинателей Протеан уничтожил расы разумных машин Очевидно, что существует связь между пожинателями, исчезновением протеан и каналом Но я не видела ничего, что помогло бы нам Какой наш следующий ход? Сарен знает, что вы получили видение маяка на Иден Прайм Вероятно, он боялся, что я помогу вам что-то понять Поэтому и пришёл за мной Я сумела истолковать информацию, переданную вам в видении По крайней мере, уцелевшие фрагменты Найдите недостающие, и мы получим полную картину Добро пожаловать в команду, Лиара Спасибо, капитан Я вам очень благо... Ох, у меня вдруг закружилась голова Когда вы в последний раз ели? И спали? Пусть доктор Чак вас осмотрит вас Думаю, это просто умственное истощение В сочетании с шоком от того, что я узнала о судьбе протеан Мне нужно время, чтобы всё это осознать Хотя, медицинский осмотр мне не повредит К тому же, у меня будет возможность ещё раз всё обдумать Мы с вами закончили, капитан? Мы поговорим после медосмотра Все свободны Отчёт о ходе миссии подготовлен, капитан Соединить вас с советом? Да, Джокер, свяжите Устанавливаю связь, капитан Вы получили ваш рапорт, капитан Я так понимаю, доктор Тессони находится на Нормандии Я полагаю, вы предприняли все необходимые меры предосторожности Лиара на нашей стороне Геты пытались убить её Бенези ни за что не дала бы Сарану убить свою дочь Что, если она не знает? Или, может, это мы её не знаем Мы никогда не ожидали от неё предательства Во всяком случае, миссия увенчалась успехом Если не считать полного уничтожения Крупного памятника протеанской архитектуры Это было необходимо, Шепард? На этих развалинах было полно гетов Нам повезло, что мы выбрались оттуда живыми Конечно, капитан Выполнение задачи всегда имеет первостепенную важность Удачи, капитан Не забывайте, что мы все рассчитываем на вас А туриане-таки до сих пор нас недолюбливают Ну, что я могу сказать? Всем спасибо за просмотр, дорогие мои друзья С вами был, как всегда, Дезертир В общем, всем удачи Пока-пока, дорогие мои друзья Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok